Всем привет, меня зовут Роман и в этом видео я расскажу вам о нашей программе Simple 3-Way. Данную программу вы можете найти на нашем сайте simplepoker.com в разделе Products и далее перейти в подраздел Simple 3-Way. Здесь вы сможете скачать программу, приобрести ее и прочитать базовое описание программы. Итак, Simple 3-Way это постплоп-солвер для 3-Way-спотов, который позволяет выполнять расчеты без абстракций. Программа стоит 249 долларов на один год на один компьютер, при том лицензию вы сможете переносить со своего компьютера с одного на другой, если вам это потребуется. Также, если вы ранее устанавливали бета-версию данной программы, вам все равно необходимо скачать новую версию с нашего сайта. Вот кнопка Free Download, установить ее, потому что бета-версия автоматически не обновится. Итак, давайте перейдем непосредственно к программе. Так выглядит интерфейс. Собственно, это довольно стандартный интерфейс для наших программ всех. Сверху мы видим три меню. Давайте по ним пройдемся. Файл. Здесь мы можем открыть посчитанное решение, сохранить расчет, обновить программу, прописать путь. Но тут по дефолту будет обновляться программа, когда будет выходить обновление. И также закрыть программу. Далее, есть раздел Cloud. В нем доступны бесплатные посчитанные решения. Вы их можете скачать и посмотреть. В них посчитаны флопы для 3-way spot и также терны. Мы позже посмотрим, как эта функциональность работает. Также есть один готовый набор решений. Вы его можете приобрести на сайте в разделе Solutions. Есть меню Simple 3-way. Здесь есть пак флопов для Spin'n'Go для ситуации, где у нас пот на флопе равен 18-ти блайндам. Ой, где эффективный стейк на флопе равен 18-ти блайндам, а пот равен 6-ти блайндам. Для того, чтобы приобрести лицензию и активировать, вам необходимо сначала зарегистрироваться на нашем сайте. Если вы регистрировались в наших других приложениях, то просто достаточно залогиниться с вашей учетной записью. И здесь вы сможете активировать ключ к паку. И ситуация из пака будет отображаться в этом меню situations. И далее меню Standalone. Здесь у нас есть раздел License и настройки. В меню License вы можете активировать лицензию. Если у вас будет лицензионный ключ, вы жмете Enter License Key, сюда его вводите. И ваш ключ активируется, и здесь появится информация о вашей лицензии. Также вы можете деактивировать лицензию и перенести ее на другой компьютер. Вот по кнопочке Deactivate. Меню Settings. В данном меню мы настраиваем, как будет выполняться наш расчет. На флопе у нас есть пять вариантов алгоритмов. Первые три – это векторный алгоритм, который выполняет расчет точно, без абстракций, и позволяет рассчитывать эксплуатируемость полученного решения. И еще представлены два варианта Монте-Карло алгоритмов, которые выполняют расчеты с помощью симуляции Монте-Карло. Давайте пройдемся кратко по векторным алгоритмам. В чем разница? Алгоритм А1 эффективный, наиболее эффективный с точки зрения использования оперативной памяти. Если вам нужно выполнить расчет векторным алгоритмом, при этом задействовать минимальное количество оперативной памяти, рекомендуем использовать А1. По умолчанию он требует в два раза меньше оперативной памяти, чем алгоритм А2 и алгоритм А3. Также при этом… Так, это все. Теперь про алгоритм А2. Алгоритм А2 – наиболее стабильный алгоритм, и он всегда сходится во всех случаях, но требует больше оперативной памяти, чем А1. И есть алгоритм А3, он является самым быстрым, но при этом в очень редких случаях он может не сходиться, то есть вы будете получать плохой наш дистанц, то есть эксплуатированность решения по рассчитанным будет высокая. И далее алгоритмы Монте-Карло. По идее, ESCFR быстрее, чем CSCFR, и в каких-то редких случаях на очень сложную деревню CSCFR может работать чуть точнее, чем ESCFR, но мы рекомендуем для флопов пользоваться ESCFR алгоритмом. А, да, и для алгоритма А1 еще, среди векторов, также можно применять сжатие до четырех раз, то есть он будет в восемь раз меньше требовать оперативной памяти, чем А2 или А3. При этом сжатие будет уменьшать скорость расчета. Из флопов мы рекомендуем использовать ESCFR, так как этот алгоритм будет работать довольно точно, при этом будет работать очень быстро. Натерные риверы представлены только векторные алгоритмы, потому что они точнее, и натерные риверы в расчеты выполняются быстрее. Так, далее. Мы можем выбирать вот эту опцию Load Next Treat Info. Данная опция обозначает то, что при расчете текущей улицы будут также сохраняться результаты следующей. Допустим, мы рассчитываем терн, и у нас сохраняются результаты ривера. Но данная опция не работает для Монте-Карло алгоритмов, так как при расчете флопов терны будут получаться у нас неточными, поэтому следующая улица не будет сохраняться. Также для Монте-Карло алгоритма мы выбираем степень абстракции. Small, значит, наш расчет будет наиболее простым, и при этом требовать меньше ресурсов, будет выполняться быстрее, но менее точнее. И по нарастающей. Perfect, это практически без абстракции расчет, он будет требовать очень много оперативной памяти. Далее у нас есть ползунок. Этот ползунок работает для векторных алгоритмов, только 1, 2, 3. Этот ползунок обозначает то, что... Вот я выставляю 90%. Значит, 90% итераций будут выполняться упрощенной версии алгоритма, а 10% точной версии алгоритма. Это сделано для того, чтобы мы сначала выполняли расчет более быстро, так как упрощенный версий алгоритма работает нам гораздо быстрее, приходили к какому-то результату, и далее в конце 10% итераций тратили на то, чтобы получить уже очень хорошую точность решения. То есть мы доходим до какой-то точки довольно быстрыми итерациями, потом очень точно рассчитываем окончательно 10% итераций. Вот как раз в экрусе мы указываем, как долго мы будем считать. Low, Middle, High – это, по сути, количество итераций, которые будут работать с алгоритмом у нас. А, и также для алгоритмов Монте-Карло эксплуатируемость решения рассчитываться не будет, так как это невозможно, это другой подход к расчету равновесия. Итак, допустим, поставим так, есть и Farlow. А, и еще здесь также указывается количество потоков, которые будут использоваться. Вот у меня у компьютера процессора 8 ядер, 16 потоков, я укажу 15, для того, чтобы, когда я буду пользоваться солдером, чтобы компьютер полностью не повисал, я мог им пользоваться для других задач. Так, жмем «Окей». Далее. Далее, вот сверху область – это отображение решений, по центру области – это построение дерева, область, в которой вы можете задать ситуацию, описать ее, и снизу вот как раз уже непосредственно дерево. Для того, чтобы выполнить расчет, нам необходимо сначала задать борт, допустим, тут король дамы, это мы задали только флоп. Далее мы указываем стэки игроков. Тут мы должны указать стэки на момент флопа, так как мы выполняем расчет для флопа. Ну, допустим, у нас 3 игрока, у них стэки 80, 80, 80. И смотрите, тут, значит, такая ситуация. Вы можете задавать их ставки при флопе, чтобы сформировался пот, либо вы можете указать, также эту сумму в строке «Мертвые деньги» от других игроков. Разницы в расчете от этого никакой не будет. То есть мы можем писать 20, 20, 20. У нас сформировался пот 60. Эффективность стэки игроков 80. При этом они могут быть в строке игроков разными, либо мы можем указать, что какой-то из игроков у нас уже флопу сползил, при этом будет учитываться при расчете диапазон изъятия игрока. Далее мы задаем сайзинги. Стандартное меню для наших программ. Здесь мы выбираем по каждой улице, какие у нас сайзы бетов, сайзы рейзов. На флопе Терни и Ривери. Указываем максимальное количество ставок на одну улицу. Делается ли у нас первым действием улын и последним действием на улицу улын. Округляем ставки к кратно заданному числу. Доставляем улын, если ставка составляет больше, чем заданный процент стэка. Можем как-то назвать этот сайзинг. Нажать Save. Сохранить его. Применить. И потом остальным такие же сайзинги выставить. Далее. Тут у нас на текущий момент доступен расчет только для ЧПВ среды. И мы указываем, кто из трех игроков у нас играет вне позиции. Если мы указываем, что игрок 2 играет вне позиции, то в следующем будет ходить третий, потом первый игрок. Далее мы жмем Apply Situation. У нас генерирует дерево по построенным сайзингам. Здесь мы можем редактировать в дереве ставки. Допустим, мы хотим добавить еще одну. Добавляем ставку 50. Если нам недостаточно одного сайзинга, или если нам сайзинг не нравится, мы можем поменять его. Допустим, мы их делаем не 40, а 45. Такое дерево у нас сформировалось. И здесь мы также каждому игроку должны задать диапазон. В принципе, тут тоже все стандартно. Правой кнопкой мыши убрать руку из матрицы. Можно кликнуть на строку или на столбец. Можно очистить и задать только руки, которые нам нужны. Допустим, зададим. Вот так вот играет. С этими руками мы 100% попадаем в этот флоп. Допустим, выставляем 50%. С этим мы там по 50% попадаем. И так диапазон редактируется. Жмем ОК. Диапазон применяется. То есть стандартные какие-то примеры диапазонов. Но в целом, вам скорее всего, надо будет всем свои создавать. Вы после того, как диапазон отредактировали, можете его сохранить. Как-то его назвать. И в выпадающем списке потом его другим игрокам указывать. Теперь посмотрим, давайте, примеры бесплатных ситуаций. Посчитанных Cloud Situations. Выбираем любую. Возьмем Download. Она скачивается. Тут мы в матрице... Сверху в матрице мы видим, как у нас должна разыгрываться наш диапазон. Желтым у нас чек. Зеленым бет. Как мы видим, все руки играются через чек. У другого игрока уже часть рук играется через бет. Через чек играется 60%. Можно кликнуть на ячейку. Тогда мы увидим, как конкретно рука с конкретной мастью должна разыгрываться. Здесь мы выбираем руки в этой таблице. Уже видим, как, допустим, король валет должен по действиям. Что 51% он чекается, 48% он бетится. Смешанная стратегия. Допустим, тут у нас бет, реакция на него. И вот такое дерево мы можем смотреть, анализировать, как руки играются. В центре у нас они разбиты по комбинациям и по дро. Тут мы также видим, как они должны играться. Это все достаточно стандартно для наших программ. Так, тут у нас это пример бесплатного решения. Мы выбираем терн. Допустим, 9 бубей. Как мы видим, сейчас тут решения нет. Мы в попадающем списке кнопки терн жмем Download. И у нас загружается посчитанный терн. Вот мы тут можем смотреть решение. Еще хотелось бы отметить важную вещь. Что всем пользователям, даже тем, у кого нет лицензии, доступен бесплатный расчет ривера. Для этого в настройках надо в разделе ривер выставить ремоут. Тогда расчет будет удаляться на наших серверах. И этим расчетом может пользоваться любой человек бесплатно. Это для тестирования программы. Собственно, есть бесплатные ситуации. Решение на флапе терни. И вы можете бесплатно считать ривер. Давайте я попробую посчитать на своем компьютере, чтобы посмотреть, как долго расчет ривера будет выполняться. Давайте запустим. То есть, вы видите, это буквально 5 секунд. Мы получаем А. Сначала у нас, как вы видите, первые 90% прошли упрощенной версии алгоритма. И последние 10% мы досчитываем точной версии алгоритма. Получится секунд 20. Получили решение по риверу. Тут у нас видим наш дистанс 17 тысячных, что означает 1,7 блайнда на 100 рук. Это то, насколько стратегию можно максимально эксплуатировать. Рассчитанную. Ну, так выглядит. Хотелось бы обратить внимание на... На расчет флопан. Допустим, Расчеты на флопе с помощью векторных алгоритмов, они достаточно ресурсоемкие. Однако, если мы используем алгоритм Монте-Карло, и мы тут выбираем разные степени абстракции, разное время расчета, то мы увидим, что, используя даже самые минимальные настройки, low, самое минимальное количество итераций, самую простую абстракцию, мы сможем получать достаточно приемлемую точность расчетов за быстрое время. Ну, допустим, вот мы видим нашу картинку. Я запустил еще один экземпляр программы. Так. Сейчас мы найдем эту ситуацию. Вот у нас 0,79. Это оранжи. Нажмем Download. Сейчас рассмотрим настройки. И выполняем расчет флопа. Данное укрощение позволяет, данный подход позволяет выполнять расчеты очень быстро. То есть мы видим, мы считаем флоп. Буквально, при том, не самое простое дерево. Это буквально загибает 30 секунд. И этот подход, он уникальный. Насколько нам известно, ни в одном салвере публичном он не реализован. Тут наш дистанция не отображается. Ну, вот мы видим. Визуально, вот даже если смотреть по комбам, у нас получается очень похожее решение. Также и по матрице это все видно. Хотя, вот этот расчет был выполнен. Вектор нам алгоритм при этом довольно точен. Можно перейти глубже. Здесь мы также видим похожую картину. Безусловно, есть некоторые расхождения, но они незначительные. Более того, если мы будем выполнять расчеты уже более точнее, используя, допустим, medium abstraction и поставим здесь middle точность, то мы все будем приближаться к этому решению. Но согласитесь, что иметь возможность посчитать 3-way spot буквально за 30 секунд это многого стоит. Можно так выразиться. Собственно, это вся информация, которую я хотел бы осветить в данном видео. Если у вас будут вопросы по программе, какие-то предложения по ее улучшению, вы можете писать у нас в дискорд-чате. Ссылка на дискорд будет под этим видео. Всем спасибо за внимание.